Всем привет! Сегодня я вам покажу покупку из магазина Moffberg. Это московская обувная фабрика, которая отшивает женскую обувь из натуральных материалов. И уже вы видите на брошюрке красные кроссовки из натуральной кожи внутри и снаружи. И о них я вам чуть попозже расскажу. Снимаю я одной рукой и поэтому буду вам показывать модельный ряд в данном каталоге. Здесь вы можете видеть цены от производителя. Соответственно, данную обувь можно купить в фирменных магазинах и также на сайте wildberries.ru под маркой Berg. Два магазина находятся в Москве. Это Сокол и Преображенская площадь. Выбор там большой. Каждый сезон отшивается. И, конечно, оперативно вы можете следить за данной маркой в инстаграме. Это moff-berg. Сайт у этой компании тоже есть, но сезонность и модельный ряд там не всегда вы можете увидеть в полном формате. То есть в самих магазинах и в инстаграме информация обновляется оперативно. Ну что ж, и давайте посмотрим, что же было приобретено. Ну и первое, конечно же, это крем для обуви из натуральной кожи. Это Tarago Shoe Cream. Оттенок здесь у нас с вами 0.0. Он прозрачный. И вы можете видеть, какой здесь объемчик. 50 мл. Написано, что сделано в Испании. Ну и, конечно же, сам крем не запаян. Камера сейчас сфокусируется периодически. Буду, конечно, стараться вам все показать. Вот так вот выглядит сам крем. Пахнет он достаточно приятно. Какая-то кислинка в нем тоже присутствует. Но, в общем-то, не пробовала еще, не знаю, ничего не могу сказать. Ну и, конечно же, давайте перейдем к самому интересному. Это к самой обуви и кроссовкам красного цвета, которые были куплены на сезон весна-осень. Коробочка сама на самом деле темно-синего цвета. Камера сейчас вот правильно передает свет. Немножко засвечены, но ничего страшного. И давайте посмотрим, что же у нас внутри. Ну, внутри, конечно же, есть вот такая вот памятка, что вы приобрели обувь высокого качества, которая изготовлена из итальянских кож. И, видите, сам сайт Бергдефис Шоус. Можете перейти и посмотреть. Ну и, конечно же, самое главное, в коробочке была вложена памятка покупателю об обмене и возврате обуви. А также чек, за которую, чек на покупку обуви и крема. И, конечно же, памятка для покупателей, как выбирать обувь, как за ней ухаживать. В общем-то, в любой компании нормальной, себя уважающей, есть такие памятки, которые при покупке любой обуви, даже если вы купили из искусственной кожи или из эко-кожи, вкладывается всегда брошюрка в коробочку. Ну и давайте приступим. Конечно, сейчас свет немножко неправильно падает. Вы сейчас видите красного цвета мешочки. На самом деле они, знаете, темно-бордового цвета. И каждый ботиночек упакован индивидуально в свой чехол. Ну и здесь к каждому чехольчику прикреплен вот такой вот из натуральной кожи ярлычок о том, что говорит, что это обувь из кожи, из чего она сделана. И давайте детально рассмотрим. Сейчас я все вытащу. И сейчас вы видите вот такой вот кроссовочек. Вот такой вот, я бы даже сказала. Свет, конечно, сейчас не совсем правильно падает. Повторюсь, потому что на самом деле кроссовок не такой ярко-красный. Он все-таки бордового цвета. И на заставке данного видео я поставлю фото, и вы сможете все увидеть. Первое, что хочу рассказать про данные кроссовки. Во-первых, здесь нет строчка прошитая. Есть только на составных частях данной модели. Здесь нет сшивки подошвы с самой обувью. То есть вы тоже можете это видеть. Здесь есть только склейка. Здесь очень хорошая подошва. Видно даже, что есть слово патент. То есть это запатентованная формула. Достаточно мощная подошва. Ортопедическая. То есть вы будете, когда ходить, вам будет очень удобно. То есть есть небольшая возвышенность от самого носка. И, конечно же, это сама внутренняя часть обуви. Что наиболее представляет больший интерес, чем, конечно же, внешний вид. Ну, внешний вид, он тоже, конечно, важен. И давайте рассмотрим. Как вы можете видеть, здесь у нас внутри тоже полностью отделка идет из кожи. Язычок тоже кожаный. Сейчас проверим, есть ли запах. Ну, запах есть. Это, скорее всего, клея небольшой такой заводской. Но это не страшно. Также хочу обратить, что здесь есть разница между кожей, которая отделана на сама задняя часть. Да, где у нас, в общем-то, всегда у многих есть мозоли. И из гладкой кожи сделаны вот эти все основные элементы данной обуви. Ну, конечно, я их мерила. В них очень удобно ходить. Очень легко. Вот сейчас солнце начинает заходить. И вы можете видеть настоящий цвет данных кроссовок вот с этой стороны. То есть, они темно-бордового цвета. Данная моделька у них представлена в разных цветах. Есть еще и черный цвет. Есть у них и белый цвет, по-моему, или зеленый. В общем-то, очень такая интересная моделька. Смотрятся они очень стильные. На ножке они хорошо сидят. Ничего не скажешь такого плохого про них. И, конечно же, что мне нравится в данных кроссовках данной фирмы Берг, что у них кроссовки есть не только внутри отделанной кожи, но также есть на осенний-весенний сезон на байке. И зимний сезон это кроссовки с мехом. То есть, внутри есть реально настоящий натуральный мех. И, вы знаете, это, в общем-то, выигрышный вариант, потому что кто-то ходит зимой в кроссовках. Такие люди есть. Ну, все зависит от того, опять же, как вы используете обувь, насколько часто вы в ней ходите, в каких погодных условиях вы ходите. Ну, и вот я вам достану сейчас второй ботиночек тоже, чтобы вы посмотрели на данные кроссовки со всех сторон, в общем-то, и приняли для себя решение. Вот. Ну, есть, конечно, заломы. Они будут появляться. Да, все-таки натуральная кожа. И это неизбежно. Что хочу сказать про кожу. Кожа достаточно плотная. То есть, она не мягкая. И это очень хорошо, потому что в наш сезон и московский, как вы понимаете, мягкая кожа, это, конечно, тоже чревато. Чревато последствиями. Нравится мне, как здесь пошит носок, как отшита пяточка. В общем-то, мне все нравится. Вот, не знаю, кто покупал обувь уже данной фирмы. Поделитесь своим мнением, своими комментариями, сколько она у вас прослужила, сколько вы в ней отходили. Так как я еще планирую взять, у них же есть кроссовочки на рифленой подошве, то есть, там такая подошва с зубцами, зеленого цвета, цвет изумрудный. Вообще, конечно, сейчас это топовый цвет в любом элементе одежды. Поэтому, конечно, это очень-очень хорошая, надеюсь, обувь. Прослужит мне хотя бы, ну, года два, надеюсь. А там уже посмотрим. Так что, посмотрите. Возможно, вас тоже заинтересует. Ссылочку на сайт в Инстаграме я оставлю ниже под этим видео. Так что, кто уже приобрел себе обувь, пишите комментарии, ваши отзывы. Будем смотреть. Возможно, я себе и приобрету еще и не одну обувь. У них, кстати говоря, уже начался отшив летнего сезона. Можно приобрести и сланцы, тоже сделанные из натуральной кожи, и очень интересного дизайна. То есть, в общем-то, даже вот встретив где-то в магазине, да, если убрать эту марку Берг, ну, разницу между европейской обувью и российской вы не почувствуете. Так что, очень рада, что у нас, наконец-то, в России стали отшивать такую качественную обувь. И надеюсь, что на этом мы не остановимся. Ну что ж, всем пока. Отличных выходных. Продолжение следует...